Давайте поговорим об организации рабочего пространства, что вам потребуется для самостоятельных занятий, а также как правильно сидеть, стоять или держать руки при игре на барабанах. Минимальный набор, который потребуется любому барабанщику, это палки и барабанный пэд, но гораздо приятнее и продуктивнее заниматься, если у вас есть электронная или акустическая барабанная установка. Начнем с пэда. Если вы занимаетесь стоя, зафиксируйте его на уровне пояса или на пару сантиметров выше, на комфортной для вас высоте. Убедитесь, что пэд зафиксирован надежно и не имеет наклона в какую-либо из сторон. Также я рекомендую предусмотреть комфортное место для расположения нот, по которым вы будете заниматься. Рекомендую располагать ноты так, чтобы вам не приходилось скручиваться влево или вправо, сильно нагибаться, а также смотреть мелкую информацию на телефоне. Надо, чтобы у вас была возможность играть с прямой спиной. Также убедитесь, что рабочее пространство освещено достаточно хорошо, чтобы зрение не портилось при чтении нот в полумраке. Если занимаетесь сидя, проверьте свою посадку. Идеальным углом в ногах многие барабанщики называют 90 градусов, но мне, допустим, приятнее сидеть еще выше. Найдите удобную для вас высоту, но при этом постарайтесь не садиться слишком высоко. Сядьте так, чтобы ваши пятки доставали до пола. Мы сидим не на копчике, а чуть-чуть глубже на бедрах. Если вы сядете слишком низко, то это приведет к напряжению в спине и шее, а если вы сядете слишком высоко, то потеряете контроль над педалями. Как убедиться, что мы сидим правильно? Попробуйте подогнуть ноги. В этот момент вы не должны сваливаться со стула ни влево, ни назад, ни вперед. Если чувствуете, что теряете равновесие, меняйте посадку. Пед разместите примерно на уровне пупка. Следите за тем, чтобы ваши плечи не поднимались наверх и локти не расставлялись в стороны и не уводились назад. Это часто ошибка у начинающих. Это часто происходит, когда пед передвигается слишком близко или поднимается на слишком большую высоту. Сядьте чуть-чуть глубже, не на копчик, а на бедра, чтобы была возможность устойчиво и расслабленно сидеть с прямой спиной. Как найти идеальное положение для рук? Как понять, что оно расслабленное? Для начала поднимите руки максимально наверх или разведите их в стороны и подождите секунд 10. Руки должны начать уставать. А теперь мы полностью выключаем все мышцы рук. Руки у нас болтаются, как веревочки. Спокойно, свободно, в плечевом суставе. Спина при этом прямая. Давайте из этого положения аккуратно согнем руки в локтевом суставе. Предплечья параллельны полу, кисти при этом расслаблены, плечи не поднимаются наверх, локти не выставляются. И из этого положения аккуратно положим руки на колени. Вот это и есть наше положение рук для игры на барабанах. Обратите внимание, ваши кисти не разворачиваются внутрь или наружу. Они естественным образом лежат прямо. Теперь в эти прямые руки мы берем барабанные палочки. И у нас естественным образом формируется угол 90 градусов. Это и есть то, как мы будем держать барабанные палочки. Мы с вами будем целиться в центр барабана. Наконечники палочек поднимаем буквально на сантиметр над ударной поверхностью. Убедитесь, что при этом локти висят вдоль тела, не выставляются в стороны, спина прямая, плечи не поднимаются. Также проверьте, что вы не сидите слишком близко. Иначе ваши локти будут уходить за спину и формировать зажим. Ну и проверьте, что вам не приходилось очень далеко тянуться до барабана. То есть локти просто висят вдоль тела. Ну и в процессе игры мы будем использовать три рычага. Это предплечья, кисти и пальцы. О них мы поговорим чуть-чуть позже. Если же вы планируете заниматься на электронных или акустических барабанах, вам необходимо убедиться, что инструмент надежно стоит на ковре. Ведь это предотвратит скольжение инструмента, а также стула. А в случае, если вы живете в многоквартирном доме, это слегка снижает уровень шума. Обратите внимание, что посадка на стуле производится таким же образом, как и при занятиях на пэде. После того, как мы правильно сели, ставим ногу на бочку. Наше колено должно находиться ровно над уровнем пятки. Не отодвигайте бочку слишком далеко и не придвигайте близко к себе, так как это будет формировать зажимы, а со временем может даже привести к травме ноги. Поэтому расслабленно поставьте ногу на педаль прямо, естественным образом. Следите, чтобы стопа не разворачивалась внутрь или наружу. Стопа должна быть прямой. Теперь ставим левую ногу на хай-хэт. Таким образом, у нас между стулом и ногами сформируется что-то вроде равностороннего треугольника. Не должно быть ситуации, когда одна нога уезжает слишком сильно вперед, а другая приближается слишком сильно к себе. Все это сформирует у вас некорректные привычки и в дальнейшем приведет к тому, что у вас будут сложности, когда вы будете садиться за инструмент на студиях или репетиционных базах или на концертах. Пожалуйста, не сдвигайте колени в середину и не расставляйте их чересчур широко. Все должно быть умеренно, естественно расслаблено, без лишнего усердия. Теперь посередине между ног, возможно с небольшим смещением влево, мы располагаем снейр или малый барабан. Верхний пластик может находиться на высоте пупка или чуть ниже, но не опускайте барабан ниже уровня колен. На всяких видео в интернете вы можете заметить, что у разных барабанщиков разный угол наклона барабанов. У кого-то они очень сильно наклонены, то в одну сторону или в другую. У кого-то они стоят максимально ровно. Пока что давайте ставить снейр максимально ровно, в среднее положение. Так у вас будет возможность потом под свои творческие задачи или под свои предпочтения его перенастроить. Нам нужно, чтобы у нас была возможность попадать в центр пластика легко, расслабленно. И при этом мы не задевали оба барабана рукой. И конечно при этом, что нам еще не приходилось поднимать кисть из нашего исходного положения. Что касается идеальной высоты хай-хета, я рекомендую ставить его на такую высоту, чтобы вы могли играть и наконечником павочки в ударную поверхность, и плечом в боковую. И при этом у вас не было необходимости поднимать локоть или плечо. Конечно это очень индивидуально, но посмотрите, чтобы ваши руки были внизу, и вы могли играть и таким образом, и таким. Многие барабанщики любят придвинуть барабаны как можно ближе, поставить их поплотнее друг к другу. Часто это обусловлено тем, что дома для электронных барабанов довольно мало места. Но я рекомендую расставлять барабаны подальше, чтобы вы сразу привыкали хорошо размахивать руками, потому что у электронных барабанов часто ударная поверхность значительно меньше, чем у акустических. Если вы привыкнете мельчить где-то на одном квадратном сантиметре, то потом вам будет очень сложно перестроиться, когда вы пересядете за акустические барабаны. Во-вторых, очень близко расположенные друг к другу барабаны спровоцируют вас к зажатой игре. Наша задача играть размашисто и при этом очень легко и хлестко, поэтому не скупимся и, возможно, поначалу стоит даже расставить барабаны дальше, чем это кажется разумным. Напольный том мы ставим на ту же высоту, как и малый барабан. Я люблю иногда наклонить его немножко к себе, чтобы исключить моменты попадания пальца между ободом и барабанной палочкой, потому что это очень болезненно. Комфортное расстояние от третьего тома до малого барабана – это такое, при котором мы можем просто таким простым легким движением руки, без смещения предплечья влево или вправо, попасть от центра одного барабана в центральную часть другого. Это сэкономит нам много времени во время игры, когда мы будем играть всякие быстрые сбивки и быстро переключаться между барабанами. По похожему принципу настраиваем положение томов 1 и 2. Я люблю располагать томы 1 и 2 немножко повыше и наклонять их к себе. Такое расположение помогает мне играть двойки, при этом перемещаться между барабанами. Кто-то из барабанщиков делает этот наклон иногда чрезмерно агрессивным, кто-то наоборот ставит уже вровень с полом. Подстраивайте, как вам удобно, пожалуйста. Самое главное, чтобы во время игры павочка не попадала в обод. Нам нужно попадать в центр пластика. Если у вас регулируется уровень натяжения пластиков, рекомендую снейр затянуть посильнее, а третий том спустить как можно ниже. Остальные барабаны, ну, уже можете где-то посередине настраивать или ближе к натяжению третьего тома. Это позволит сымитировать более реалистичный отскок. У нас остались тарелки. Крэш рекомендую повесить немножко повыше и наклонить к себе. Таким образом, чтобы приучать предплечье работать более размашисто. Если вы повесите его слишком низко, вы приучитесь мельчить, и это также помешает вам при переходе на акустические барабаны. Райт. Лично мне удобно вешать эту тарелку довольно низко, ну, буквально на пару сантиметров выше уровня третьего тома. Вы можете ее повесить так, как это делает ваш любимый барабанщик. Даже если это не я. Итак, как же проверить, что все барабаны стоят на правильной высоте, все настроено верно, сядьте расслаблено, закройте глаза и попытайтесь по очереди или в случайном порядке попасть в каждый барабан. У вас должно это получиться, потому что именно положение, при котором мы интуитивно попадаем туда, куда нужно, и обеспечит нам быстрое, расслабленное и эффективное обучение всем техническим элементам, которые мы будем рассматривать далее в курсе. Это также поможет уменьшить необходимость лишних движений и повысить эффективность вашей игры. Субтитры создавал DimaTorzok